По последним данным, 137 человек погибли и минимум 180 пострадали в результате теракта в Крокус-Сити-Холле. Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны концертного зала, об этом сообщает агентство РИА Новости. А в Петербурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали торговый центр. И здесь, и сейчас. Всем привет! Сегодня воскресенье, 24 марта, день траура в России. Меня зовут Денис Катаев, прям в эфире «Дождь». И это итоговая информационная программа «Здесь и сейчас». Приступим к главным новостям этого дня. Итак, число погибших в результате теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле возросло до 137 человек. Об этом сегодня днем сообщил Следственный комитет. Пока опознаны 62 тела, для этого медики проводят генетические экспертизы. Еще как минимум 180 человек считаются пострадавшими в результате стрельбы и пожара в концертном зале. Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны Крокуса. Якобы необходимости в вооруженной охране не было. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник. Кроме того, Следственный комитет России опубликовал кадры доставки подозреваемых в теракте на допрос. На видео нескольких из них завозят в здание с завязанными глазами, как мы видим. И ведомство будет ходатайствовать о заключении четырех подозреваемых под стражу. Предположительно, заседание пройдет в Басманном суде Москвы. В здании еще утром усилили меры безопасности, выставили заграждения. Они же остаются до сих пор там. И вот в России сегодня объявлен траул. С самого утра люди приходят вложить цветы на место трагедии к Рокус-Сити-Холлу. Подробности о последних новостях после теракта в материале Валерии Кирсановой. Бесконечный поток людей под дождем. Цветов и игрушек в половину человеческого роста. К Рокус-Сити-Холлу идут сегодня весь день. В регионах тоже стихийные мемориалы. Но вместе с тем сгоняли людей и на специально организованные акции. В Казани принесли окопные свечи. В Тамбове прийти и возложить цветы обязали бюджетников. В Ростове призывали через родительские чаты. А это Омск. И сегодня мы национально-культурным сообществом хотим показать все нелюди, которых наняли, которых заплатили, которые псевдо-мусульмане. Они наняты только для того, чтобы вбить в сердца и в умы россиян рознь на национальной почве. Мы стоим. Нас нельзя разъединить. Мы большая национальная страна. Подтверждение того, что страну не разъединить, в регионы спустили акцию, которую назвали «Мы вместе». В следных методических рекомендациях массовые мероприятия по всей стране. Свечи памяти, письма поддержки родственникам, уроки разговора о важном. В рамках формата необходимо рассказать учащимся образовательных учреждений о подвиге героев, которые спасали жизни во время и после теракта в Крокус-Сити-Холле, о медиках, о сотрудниках МЧС, о героических поступках посетителей и сотрудников Крокуса. Одному из героев, 15-летнему гардеробщику Исламу Халилову, он вывел людей из горящего здания, рэпер Моргенштерн перевел сегодня миллион рублей и пообещал помогать семьям жертв. Не стесняйтесь обращаться к нам за помощью. Если что, мы готовы делать все анонимно. Если вы переживаете, что я иноагент, и какие-то иноагентские счета, карты, все будет анонимно, если вы захотите, я вам обещаю. Еще один ребенок, который спасал посетителей, Артем Донсков. Когда все прибежали в сторону к служебному помещению, там еще и рядом туалет, все оказались в тупике. Мы с ребятами это увидели и решили все взять свои руки, развернули их и в нужную сторону. Фотографии тех, кто выйти не смог, распространяют сегодня в телеграм-каналах по спискам опознанных. Осуществляем работу с родственниками погибших и страдавших граждан. Процедура опознания сложная. В отдельных случаях потребуется проведение молекулярно-генетической экспертизы. Результаты, которые будут готовы не ранее, чем через две недели. На обломках Крокуса продолжают работать кинологи и спасатели. Из-под завалов извлекают тела и фрагменты. Пострадавшим и погибшим от теракта собирают пожертвования силами людей, сообщил сегодня губернатор Подмосковья. Крупные банки и страховые компании уже объявили о собственных мерах, в том числе о списании кредитов жертв. Младимир Путин на место трагедии не приехал. Вместо этого он ставит свечку в собственной резиденции. В одиночестве и тишине. А вот у Крокус-Сити-Холла выстроилась тем временем большая очередь из желающих вернуть вещи, которые были оставлены в гардеробе. И вот у уцепления волонтеры собирают людей группами по 5-6 человек, отводят в отдельное помещение в торговом центре. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно новости». Вот эта очередь также при выдаче вещей людей на месте опрашивают сотрудники следственного комитета. Ну а в Петербурге сегодня эвакуировали торговый центр из-за сообщения о заложенной бомбе. По данным издания «Фонтанка» в здании центра «Лондон Молл» заметили подозрительного мужчину, который заявил полицейским, что заложил там взрывчатку массой в 10 килограммов. Затем к нему изначально подошли полицейские. И почему это произошло, непонятно. Вообще подробности этого странного происшествия в них, видимо, еще надо разобраться. На место приехала полиция, Росгвардия, МЧС, скорая помощь и реанимация. По предательной информации, задержанный не является при этом гражданином России. В экстренных службах уточняют, что сообщение о бомбе оказалось ложным. На федеральном телевидении и в Z-каналах активно начали обсуждать версии теракта. Ответственными за трагедию уже называют даже уехавших россиян. А пропагандистка Маргарита Симонян изучает пояса шахидов, а точнее их отсутствие. Подробнее о реакции государственных каналов в материале Александра Шведченко. Обратите внимание на изменения в программе Первого канала. Сегодня в нашем эфире информационный канал. Такое решение руководством Первого канала было принято лишь в субботу, на следующий день после трагедии в Крокус-Сити-Холле. В пятницу же были только запланированные выпуски новостей с короткими информационными сводками о теракте. В перерывах между развлекательными программами, вроде шоу «Голос». Возмущались даже пропагандисты. Коллеги, ну остановите развлекаловку. Ну как так? Впрочем, в субботу федеральным телеканалам удалось перестроиться. Вот программа «Вести» с Татьяной Ремезовой на канале «Россия-1». Моновыпуск, полностью посвященный теракту. Все четверо непосредственных исполнителей теракта в Крокус-Сити-Холле найдены и задержаны. И каждый, кто готовил этот удар по России, будет установлен и понесет неизбежное наказание. Тем временем в авторских программах и телеграм-каналах пропагандистов оценок и аналитики было много. Версию о причастности к теракту ИГИЛ, которое само взяло за него ответственность, все как один отметают. Они что-то вдруг стали пугаться и стали говорить, что это якобы теракт совершил ИГИЛ. Ну, это, конечно, абсолютная глупость. Но какой ИГИЛ, когда четверо граждан России и Средней Азии, которых взяли, обдолбанные, обычные кричалки, не кричали? Умирать никто из них не собирался, никто из них не был религиозным фанатиком. ИГИЛ там и рядом не проходило. Это братья были не братья. Это называется легендирование, операция прикрытия. Я тебя слепила из того, что было. Радикальные исламисты, особенно после разгрома ИГИЛ, отличный материал прикрытия. Это скорее почерк европейского нацизма, старой европейской инквизиции. Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки тоже намекает на связь заказчиков теракта с коллективным Западом. Коллективный Запад всегда нас ненавидел, когда принимал наши деньги, когда обслуживал нас в дорогих ресторанах, когда продавал дома всем этим олигархам без рода и племени. В глубине души он испытывал к нам презрение, ненависть, граничащую с желанием смерти. А бывший президент России Дмитрий Медведев и вовсе призывает к ответному террору. Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Обращение нынешнего президента к народу случилось только спустя 19 часов после теракта. Все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. К украинским границам отправляет своих читателей и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, это Зеленский, потому что на варей шапка горит. А на сайте РИА Новости появилась аналитическая колонка с названием «Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма». Массовый расстрел в Москве – ответственность не только тех, кто теракт заказал, не только тех, кто его оплатил и организовал, но и тех, живших, а ныне убежавших из страны лидеров общественного мнения, кто говорил и говорил постоянно, что хороший русский – это мертвый русский. Пропагандист Михаил Леонтьев добавляет, когда в России начались теракты, Россию надо было реанимировать. Сейчас, по его мнению, реанимировать уже ничего не нужно. Мы выбрали этот путь 25 лет назад, и мы пройдем его до полной победы. Ну и сегодня в России, напомню, День траура и Крокус-Сити-Холла. Весь день приходят люди к Крокус-Сити-Холлу, приносят цветы, свечи. И вот сейчас прямо там проходит акция памяти, которая организована волонтерским движением «Мы вместе» в частности. И вот там исполнили песню «Журавли». Это песня в исполнении Муслима Магомаева там прозвучала. Сейчас давайте посмотрим. Да, эта акция памяти проходит сейчас у Крокус-Сити-Холла в Москве. Здесь и сейчас. Ресурсы, связанные с ИГИЛ, сегодня опубликовали видео, которое было снято самими террористами во время стрельбы в Крокусе. По этическим причинам мы не показываем эти кадры полностью. На них несколько боевиков расстреливают людей в упор. Одному из посетителей концерта перерезают горло ножом. Напомню, что ответственность за теракт в Крокусе взяла на себя ячейка ИГИЛ, Валаят Харасан. Террористы утверждают, что 22 марта ее боевики, цитата, «предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан». Так они выразились. Тем временем российская пропаганда, как мы увидели, не спешит распространять версию причастности именно ИГИЛ. Их больше занимает поиск украинского следа. Владимир Путин лично заявил, что боевики уехали в сторону Украины, для них якобы был организован проход через государственную границу. Но это никак не доказывает факт причастности Украины, считает специалист по российским правоохранительным органам Кирилл Титаев. Комментарии изданию «Понятно медиа». Он объяснил свою версию о причастности именно ИГИЛ. Организации, в том числе террористические, не часто берут на себя ответственность за действия, совершенные другими организациями. Есть все основания полагать, что это действительно ответственность одной из ячеек ИГИЛ. Предположение, что боевики пытались скрыться на территории Украины, в общем, никак не отменяет первого. То есть то, что они собирались покидать Россию, довольно очевиден и весьма вероятен. То, что они собирались это сделать через территорию Украины, вполне возможен. На следующий день после теракта ФСБ отчиталось о задержании участников нападения на Крокус. И в телеграм-каналах даже распространились видео допроса задержанных. Предотвратить теракт было бы очень сложно, объясняет Кирилл Титаев, потому что вычислить все детали на этапе планирования подобных нападений практически невозможно. Теракты такого типа практически невозможно предотвратить. Потому что при организации таких террористических актов информация, как правило, оказывается очень распределенной внутри организации. То есть один участник террористической организации знает, что ему нужно отвезти людей из пункта А в пункт Б. Другой знает, что ему нужно подготовить какое-то количество взрывчатого или зажигательного вещества. Третий знает, что ему нужно поставить оружие. То есть, если у вас нет агента, который напрямую участвует в организации самого верхнего уровня, становясь при этом соучастником, будем честны, то у вас есть несколько клочков разрозненной информации. И вероятность того, что вы одновременно знаете характер теракта, время, место и планируемое к использованию оружие, ну, близка к нулю. В МВД сегодня заявили, что полиция прибыла к кроку Святихолу через пять минут после вызова. Накануне государственные СМИ писали, что первые сообщения о теракте поступили на телефоны экстренных служб в 20 часов 01 минуту по московскому времени, а уехали террористы из концертного зала в 20 часов 13 минут. Их заявление из заявления МВД непонятно, что делали полицейские в концертном зале 7 минут, пока там еще были террористы. Тем временем Украина уже несколько раз опровергла свою причастность к теракту в Кроку Святихоле. Сначала об этом заявил помощник главы офиса президента Михаил Подоляк. Чуть позже в украинском МИДе заявили, что считают обвинение с планированной провокацией Кремля. А накануне вечером уже сам Владимир Зеленский выступил с обращением по этому поводу и заявил, что российская власть сутки думала, как привязать Украину к массовому расстрелу в концертном зале. Те, что случилось вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие покидки просто пытаются все это на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И подерванные домики были. И расстрелы, и вибухи. И завжди они извиняют других. Они пришли в Украину, спаливают наши места, и Украину же пытаются извиновать. Они катают, гвалтуют наших людей, и их же извиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все одно, что происходит в среде их страны. Вчера все это произошло, и эта ни к чему абсолютно Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, и обратиться к ним, думал, как это притягнуть к Украине. Все абсолютно предвидено. Напомню, что в пятницу, в день теракта, российские власти в лице некоторых депутатов, сенаторов и бывшего президента Медведева начали обвинять Киев, не дождавшись даже хоть какой-то первой информации, например, от ФСБ. Давайте обсудим реакцию Украины на эти обвинения с Юрием Кмельчуком, народным депутатом Украины. Он с нами на связи. Юрий, здравствуйте. Добрый, но не совсем, конечно же, вечер. И для вас, и для нас. Спасибо, что присоединились. Расскажите, пожалуйста, мы слушали реакцию президента Зеленского, ну и вообще сами эти обвинения, они просто по методичке повторяют одно другое, но нет никаких доказательств. Даже Путин в своем обращении смог сказать только о каком-то якобы окне выдуманном, куда стремились террористы. То есть нету никаких доказательств, но эта тема отыгрывается по полной программе. Как вы думаете, с чем это связано? Да, действительно, какова реакция Киева? Будет ли еще какие-то, не знаю, там доказательства или уже достаточно того, что сказал президент? Да, перестаньте. Обычно все патологические вруны, они по Фрейду как-то оговариваются. Вот если он сказал про окно, это окно как раз было сделано спецслужбами и ФСБ, которые допустили то, что произошло, а может быть даже организовали то, что произошло в России. Это же понятно. Они организовывали взрыв жилых домов в 99-м, они организовывали Беслан, Норд-Ост, потом, если вспомнить, сбитие самолета МХ-17, ну и так далее. То есть список очень на самом деле большой. Они все время врут про то, что сначала говорили, что их нет на Донбассе, потом говорили, что все переговоры ведутся с какими-то ополченцами. На самом деле это было по четким руководствам России. Потом они говорили, что нападать на Украину никто не собирается. И сделали это в 2022 году. Потом они врали о том, что они защищают города в Донецкой области, в Луганской области. Практически уничтожили половину Мариуполя, похоронили там десятки тысяч людей. Они стреляют просто по надписям там же, где есть дети. Ну о чем здесь говорить? То есть на самом деле больной абсолютно человек, который пытается сейчас установить еще сильнее свою власть и, возможно, готовиться к каким-то следующим шагам. Путин это обычный. Сейчас уже мы же понимаем, что выборы, которые так называемые происходили, они не могут считаться легитимными. Никто в мире их не признал. Не знаю, может быть, там сосед белорусский признал выборы Путина. Но для нас теперь это даже не президент. Поэтому верить его словам однозначно никаким образом нельзя. Во-первых, действительно, никаких нет доказательств о том, что каким-то образом даже люди, которые симпатизируют Украине, к этому причастны. Во-вторых, мы слышали заявление, которое связано с ДИЛ. Во-вторых, смешно, на самом деле, говорить о том, что очень сильная спецслужба в России и она ехала, если я не ошибаюсь, больше часа в круг Сити-Холл. Ну, это все выглядит как очень дикая постановка. Я помню, не помню сейчас точно, в каком году был Норд-Ост. Но все очень похоже. Это было очень печально. Мы тогда, конечно, соблезновали, я думаю, со всем миром в России в связи с этим. Но мы не все наверняка понимали, что это была жесткая манипуляция для установления полностью тоталитарного режима. А как вы считаете, вот сегодня тоже многие говорят о том, что теракт произошел, и он будет использован как раз-таки и уже используется в качестве риторической, но, возможно, дальше как-то будет использоваться уже с точки зрения и ведения войны. Вот вы ожидаете каких-нибудь, может быть, серьезных действий, серьезной эскалации со стороны России, которая будет сейчас использовать этот теракт как повод для еще более какого-то масштабного наступления или применения какого-то страшного оружия? Мы не то что ожидаем, мы постоянно ощущаем. Вот последних три дня жесткие обстрелы большим количеством ракет, которые по всей территории Украины прилетают. Большую часть, конечно же, нашей силы противовоздушной обороны сбивает. Ракета даже пролетала сейчас над тем городом, который далеко, на западном Украине, где живут мои родители. Она залетала на территорию Польши, потом через Львов, чуть-чуть дальше. К сожалению, подбила объект критической инфраструктуры. Люди, к счастью, там не постраждали. Но в других местах у нас, к сожалению, каждый день от отстрелов гибнут люди, дети, не военные вообще. То есть я не говорю о том, какие у нас есть потери на фронте или что происходит именно там. Это отдельная история. А насчет эскалации, думаю, что для того, чтобы уговаривать своих людей, простых граждан, посылать своих детей на войну, возможно, уже в планах какие-то провокации насыщенно стран Балтии, возможно, еще более подчинение Беларуси для того, чтобы делать провокации на польской границе. Мы, конечно же, за этим всем не просто следим и к этому готовимся. К этому готовится Европа, к этому готовится НАТО. Не зря, мне кажется, французский президент говорил о том, что готова и Франция, в принципе, посылать даже своих военных. Возможно, чисто конкретного решения сейчас практически чисто площади нет. Нет, но я думаю, что это в преддверии того, что надо быть готовым ко всему. Ничего не исключено, как сказал, собственно, Макрон. И скажите, я хотел как раз про это вас спросить, дополнение про реакцию Европы и НАТО. Вот мы видели по поводу реакции ракеты даже, которая залетела на территорию Польши, была там 39 секунд. Сразу же были подняты войска НАТО, воздух тоже, чтобы, ну, как в виде предупреждения. И как вы считаете, вот на возможную эскалацию? Вот сейчас ту риторику, которую используют Москва и Кремль. Будет ли большая сплоченность? Ожидается ли Украина большей сплоченности вокруг Украины? То есть сейчас мы видим эти призывы Макрона. Все равно есть какие-то разногласия. Вот как вы думаете, будет ли общий ответ европейский на эту угрозу? Общий ответ, он, скажем так, в принципе, есть постоянно, но Европа тоже не всесильная. У них нет возможности быстро наладить было какое-то производство оружия. Или же найти возможности для закупки, потому что и в мире недостаточно было оружия. Но мы видим, как активировалась за последнее время Германия. Мы видим большую финансовую помощь от Норвегии, которая заходила в течение последнего года. Мы видим, как сейчас дополнительные возможности нашла Чехия, Дания, дополнительные боеприпасы и так далее. То, что ракета залетала на территорию Евросоюза, она шла географически по траектории. Если так посмотреть просто на то место, где она именно летела, она летела с территории Волынской области во Львовскую, и там есть как раз такой изгиб на карте. Поэтому я думаю, что не стреляли европейские какие-то истребители только потому, чтобы осколки не падали на территории Польши, никому не повредили. Они понимали, что, скорее всего, следить за траекторией придется недолго, и она действительно меньше минуты там пребывала. Если помните, была раньше история, когда осколки ракеты попали именно на территорию Польши, и там погибло два фермера, к сожалению. То есть они уже понимают, что нужно вести себя очень осторожно по отношению к людям, соответственно. То есть понимать, где лучше сбивать над полем, над водоемом и так далее. Спасибо, Юрий, за этот комментарий, что вышли к нам в эфир. Юрий Комельчук, народный депутат Украины, был сейчас с нами на связи. Собственно, обсуждали реакцию Киева, в частности, на обвинение со стороны пропагандистов и некоторых представителей власти, в том числе Путина, что причастность к теракту в Крокус-Витихоле может быть причастна Украина. И давайте вернемся, кстати, к Крокус-Витихолу. Музыканты группы «Пикник», собственно говоря, чей концерт должен был пройти в пятницу, пришли возложить цветы в память о погибшем. Здесь и сейчас. Российские политики и чиновники снова заговорили о возвращении смертной казни после теракта в Крокусе. Как всегда, впереди всех с такими радикальными заявлениями зампредсов без Дмитрий Медведев процитирует. Террористы понимают только ответный террор, никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу о смертях тотальной казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Конец цитаты. С аналогичным предложением также выступили, вот, например, экс-кандидат в президенты и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Террористам только смертная казнь. Говорил и повторяю снова, но их спонсоры и инструкторы, которые могут быть как в Киеве, так и гораздо западнее, не должны уйти от ответственности. На войне, как на войне, нас не запугать. Не забудем и не простим никому, кто бы не стоял за этими ублюдками. Его поддержали Слуцкого и другие депутаты Госдумы, в том числе лидер партии «Справедливая Россия», патриоты «За правду» Сергей Миронов. Вот такой комментарий он дал в эфире канала «Россия-24». И здесь я не могу не сказать, что обязательно для террористов нужно возвращать смертную казнь. Этим нелюдям нельзя жить на нашей планете. Руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Владимир Васильев скоро объявил о том, что скоро будет принято решение о смертной казни, и оно будет отвечать ожиданиям общества. Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно, проработана, и будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества. Кстати, стоит отметить, что господин Васильев в то время, кстати, статус-секретарь, заместитель министра внутренних дел России, являлся замом руководителя штаба по освобождению заложников из театрального центра на Дубровке в 2002 году. А семь лет назад в очередную годовщину Норд-Оста он дал интервью газете «Комсомольская правда», вот оно, в котором сказал следующее. «Я сейчас как раз занимаюсь тем, чтобы Норд-Ост никогда больше не повторился». Вот теракт случился, а он занимается теперь другим делом. Призывает вернуть смертную казнь в России. Но, однако, сенатор Андрей Клишес заявил, что ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решение Конституционного суда России по вопросу о смертной казни. Там же в Совете Федерации утверждают, что для этого придется принять вообще новую Конституцию. Ну и давайте сейчас обсудим эту тему. С нами на связи адвокат первого отдела Евгений Смирнов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Но вот сначала можете разъяснить нам, пожалуйста, как-то депутаты с сенаторами не могут договориться по этому вопросу. Риторика звучит с правовой точки зрения. Как в России можно вернуть смертную казнь, если они этого захотят? И можно ли это сделать? Ну, такая риторика звучит на самом деле не первый год. На протяжении последних 25 лет после каждого теракта мы слышим заявления политиков, заявления общественных деятелей о том, что необходимо вернуть смертную казнь. Но, к счастью, пока дальше этих разговоров, действия никогда дальше не заходили. Если обратиться к праву, то, в принципе, сейчас юридически вернуть смертную казнь очень сложно. Однако мы уже неоднократно видели, как тот же Конституционный суд, решение которого сейчас запрещает применять смертную казнь, легко изменял принятые ранее им решения. Они могут придумать какую-то новую конструкцию, как это было с возможностью Путину избираться на новые-новые сроки подряд. Например, можно пофантазировать, что изменения в Конституцию, которые были приняты несколько лет назад, могут послужить поводом для пересмотра ранее принятого решения Конституционного суда о запрете применения смертной казни. Они могут придумать и какую-то другую новую правовую норму, но посмотрим, как это будет развиваться. Я очень надеюсь, что все-таки смертная казнь в России не будет восстановлена. Да, мы тоже все на это надеемся. Но, тем не менее, мы можем говорить, вот вы все-таки сказали, что там найти способ можно, но если будет воля политическая, то никакие вот эти юридические аргументы, как говорил Клишас, вряд ли этому смогут помешать, да? Ну, власть, российское правосудие, российский Конституционный суд, Госдума уже много лет демонстрируют, как политическая воля в России главнее закона. Я уверен, что при желании, при команде сверху они придумывают способы, как восстановить смертную казнь. Это не проблема в современной России. А можете объяснить для наших зрителей, да, вот о существовании этого самого моратория, да, на смертную казнь, что означает это понятие, моратория на смертную казнь в России? Потому что, например, есть, например, вот я сейчас дальше в конце еще скажу, право Франции, например, ее просто отменили в 81-м году, вот, и она невозможна. Конституционально, институционально. А у нас, я так понимаю, это мораторий в России. Да, это действительно некий мораторий, потому что наказание в виде смертной казни, оно существует в Российском уголовном кодексе. Уголовный кодекс в этой части никто не менял, и если его открыть, мы увидим, что по ряду преступлений возможно наказание в виде смертной казни. Однако оно не применяется из-за ряда решений Конституционного суда. Вначале Конституционный суд сказал, что смертная казнь не может применяться пока во всех регионах Российской Федерации не будет действовать институт присяжных. И если память не изменяет, то в 2008 или 2009 году Конституционный суд снова выносил решение о том, что смертная казнь в России невозможна, потому что у нас есть положение Конституции, которое закрепляет, что Россия движется в направлении отмены смертной казни, и есть участие в Совете Европы. Это вот из которого Россию недавно выгнали, несколько лет назад, с начала полномасштабного вторжения, который положение Совета Европы тоже запрещает применение смертной казни. И вот с тех времен действует это решение Конституционного суда, которое на протяжении последних 15 лет запрещает применять по новым основаниям смертную казнь. Вот если говорить про юридические институты, которые сейчас есть в России, но само наказание, повторюсь, смертной казни, оно существует в уголовном кодексе. А вот чем опасно, если вдруг это произойдет все-таки решение, если захотят, они сделают все, что угодно, действительно, но чем это опасно, отмена моратория на смертную казнь, это может очень широко распространяться, например, в случае госизмены, я не знаю, просто вот как вы считаете, чем это опасно, что это может вызвать? Знаете, достаточно открыть список Росфемониторинга, список экстремистов, террористов и посмотреть, какие люди туда входят. И вот чисто формально ко многим из этих людей может применяться наказание в виде смертной казни. Мы видим, что за экстремизм у нас сажают свидетели ГОГО, которые вообще выступают против участия военных действий, против любого насилия. Террористами у нас становятся критики российского государства, либо дети, которые играют в компьютерные игры. И вот мы видим, какие потенциальные жертвы смертной казни есть в Российской Федерации. Это дети, которые куда-то что-то не туда написали, это люди, которые исповедуют религию чуждую, руководство Российской Федерации, все это потенциальные жертвы смертной казни в России. И, понимаете, смертная казнь, она не способна остановить никаких преступников. Ну, неужели смертная казнь была бы способна остановить тех, кто совершил террористический акт в прокус-холле? Конечно же, нет, потому что эти люди, которые совершают террористический акт, они, в принципе, готовы к тому, чтобы встретить смерть. Они зачастую идут как смертники на совершение этих преступлений, и уж точно смертной казни они не боятся. Смерть на казнь, она не способна ничего изменить в нашем обществе. Она не способна предотвратить совершение новых преступлений. Даже если мы послушаем депутатов, которые сейчас заявляют о необходимости возвращения смертной казни, то мы услышим, что это, по сути, не то... Они говорят не о наказании с точки зрения права, они говорят о неком таком психологическом возмездии. То есть вот отомстить тем людям, кто совершил преступление. Ну, это не предотвратить следующие преступления, действительно, это в этом-то и суть. Спасибо вам большое, Евгений. Евгений Смирнов, адвокат первого отдела, был сейчас с нами на связи. Я как раз вот в заключении этого разговора хотел подтвердить слова, которые сказал уже Евгений. Действительно, смертная казнь не приводит к предотвращению следующих подобных преступлений. Вот недавно я говорил уже в эфире о смерти известного французского политического деятителя Робера Бодентера, будущим министром юстиции в 81-м году в правительстве Минтерана. Он как раз выступал за отмену смертной казни. И отменил ее в итоге. Это было революционное событие. И вот несколько цитат. Он тоже говорил о том, что статистически... Он вел, кстати, до этого был адвокатом по многим делам смертников. Он говорил, что статистически доказал, что вот эта вот опасность смерти не останавливает преступников. И вот некоторые цитаты. Сказал Робер Бодентер по поводу смертной казни. В действительности, при трезвом анализе проблемы смертной казни все просто. Это не практика устрашения или репрессий. Вопрос ставится иначе. Это проблема политического и морального выбора. Далее, еще одна цитата. Применение смертной казни противоречит принципу уважения прав человека. Речь идет о базовом нарушении прав человеческой личности, лишении ее права на жизнь. И вообще он говорил, что если уж быть совсем гуманистами и милосердными, то, как повторяя фразу Виктора Гюго, он говорил, что любому человеку, даже совершившему самое ужасное преступление, нужно давать право на исправление. И, конечно же, еще раз повторюсь, это не приводит, как говорил Бодентер, к предотвращению следующих крупных трагедий, преступлений и терактов. Белгород снова под обстрелом. В 17.50 по местному времени в областном центре, а также еще в Белгородском районе объявили ракетную опасность. Сработала сирена воздушной тревоги, а губернатор Гладков попросил людей не выходить на улицу и не подходить к окнам. По предварительным данным, ПВО сбило все запущенные по Белгороду ракеты. Однако все же есть значительные повреждения. В частности, пострадал многоэтажный жилой дом на проспекте Славы в центре города. Обломки также повредили рядом стоящие машины. Улица перекрыта. Кроме этого, под удар попало здание общежития Белгородского государственного технологического университета. От сегодняшней атаки пострадали как минимум 4 человека. Об этом сообщает, опять же, губернатор Гладков. И вот согласно заявлению Минобороны России, над Белгородской областью уничтожены 22 реактивных снаряда систем «Вампир». Спасатели шестой день ведут работу на шахте рудника Пионерова Амурской области, где под завалами до сих пор остается 13 горняков. Напомню, обрушение породы произошло 18 марта еще. И вот с тех пор никакой связи с шахтерами нет. Все четыре буровые установки работают с максимальной скоростью. Об этом говорят, по крайней мере, в пресс-службе регионального правительства. Первая разведывательственная скважина была пробурена на 223 метра из необходимых 260. И вот власти Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Василий Орлов ранее сообщал, что для разбора завалов в шахте мобилизованы все силы и средства региона. Здесь и сейчас В прямом эфире «Дождь» информационная программа «Здесь, сейчас». Приветствую всех наших зрителей. Пожалуйста, поддержите «Дождь». Поставьте лайк нашей трансляции. Но если вы находитесь не в России, то вы можете поддержать нас финансово. Вот по ссылке в описании. Спасибо всем, кто поддерживает «Дождь». Для нас это важно. Но мы продолжаем. Накануне стало известно, что Путин помиловал двух членов банды Цапков, осужденных на 20 лет за жестокое убийство в станице Кущевской, которое тогда всех потрясло. Это теперь вот эта станица на слуху. Это освобождение они получили в обмен на участие в войне в Украине. Они уже, кстати, вышли из колонии по помилованию за участие в войне и находятся на свободе. Например, Вячеслав Рябцев женился и живет в Краснодарском крае. Андрей Быков ранее получил ранение и проходит лечение на оккупированных территориях Украины, по данным издания 161.ru, по данным их источников в селах структурах. А еще одного члена банды Цапков, Владимира Алексеева, по прозвищу «Абоба Беспредел», по данным журналистов, отказались брать в ряды ЧВК «Вагнер». А четвертый участник этой преступной группы, Станислав Лабянов, мог погибнуть на фронте. Напомню, что банда Цапков на протяжении многих лет терроризировала жителей станицы Кущевская. На их счету 19 убийств, включая детей, а также грабежи, многочисленные изнасилования и рэкет. В ночь на 5 ноября 2010 года они совершили самую масштабную кровавую расправу над семьей местного фермера, над другими жителями. Всего погибли 12 человек, включая 9-месячную девочку. О преступлениях банды Цапков стало известно после публикации ремонтного расследования журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Она сейчас присоединяется к нашему эфиру. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время. Что вам известно сейчас о судьбе вот этих вот бандитов, осужденных за чудовищные преступления? Как оказалось, теперь они на свободе, один из них спокойно живет мирной жизнью, женился. Что вам известно на этот счет? Я была в шоке точно так же, как и вы. Я не представляла, что такие люди, у которых такие преступления, убийства детей, изнасилования детей, могут быть помилованы. Я очень опасаюсь за жизни свидетелей по делу Кучевской. Я очень опасаюсь за жизни родственников, жертв, которые свидетельствуют на процессе против банды. Потому что, конечно, слухи о том, что цапки будут мстить, они как бы все эти годы в станицах шли. И теперь, когда они на свободе, у них есть такая возможность. Да, то есть, получается, вот эти вот люди, которые участвовали в процессе, наверняка, с которыми и вы общались, они сейчас должны опасаться за свою жизнь. Правильно я понимаю? Да. Да, конечно. И им стоит опасаться за свою жизнь. Это реальная угроза. Что вам известно от этих двух, по крайней мере, людей, о которых идет речь? Потому что про друг друга их известно меньше, как я понимаю. Потому что один мог погибнуть на фронте. А вот эти два точно на свободе. Первые, о которых я сейчас рассказывал. Можете рассказать, что они из себя представляют? Ну, так, из-за этой банди, какие они роли выполняли? Что это за люди? Они оба входили в костяк группировки. То есть, они оба присоединились к группировке довольно рано, с 93-го года. И, собственно, активно участвовали в деятельности группировки. Они участвовали и в избиениях, и в убийствах, и в издательствованиях. Это все происходило, как бы, довольно долго. Вячеслав Рябцев, Буба, его характеризовали как такого довольно страшного человека, который может сзади тихо подойти, перерезать горло молча. Он участвовал в деятельности так называемого охранного агентства «Центурион плюс», которое основали «Цапки», который собирал дань с местных фермеров. И они оба, и Вячеслав Рябцев, и Андрей Быков, участвовали в убийстве, самом массовом убийстве банды «Цапков» в доме Аметовых. Андрей Быков стрелял в спину 14-летнему мальчику Павлу Касьянову, который пришел посмотреть, где его мама. Маму к тому моменту уже убили. И мальчик начал убегать. И Быков выстрелил ему в спину. Да, теперь они еще убивали людей в Украине, вернулись и спокойно живут мирной жизнью. Это, конечно же, такое, как можно было вообще себе представить. Известно ли вам то время, когда они проводили в тюрьме? У меня, насколько я помню, были сообщения о том, что они тоже в каких-то прелегированных условиях свое наказание отбывали. Так ли это? Или, возможно, ошибаюсь? Вам известно вообще, что было? Как проходило их это заключение? Наказание, отбывание наказания? Ну, я видела, да, что они сидели довольно комфортно. Хотя я думаю, что, конечно, комфортным все-таки хотитку не назовешь, потому что многие из банды Цапков, включая лидера банды Сергея Цапка, погибли в тюрьме при максимальных странных обстоятельствах. Я думаю, что и Быков, и Рябцев опасались за свою жизнь. Несмотря на то, что они оба, собственно, пошли на сделку со следствием. Именно это, как я понимаю, им и позволило выйти и быть досрочно помилованными, несмотря на все ужасы, которые они совершали. То есть мы можем, Елена, сделать и вывод из всего этого, учитывая характер поступления, что вот сейчас появляются сообщения о том, что на войну после Пригожина теперь будет Министерство обороны довольно официально как раз-таки и отбирать заключенных. Получается, вот такие люди, скорее всего, тоже пойдут на фронт и потом будут на свободе, если, конечно, выживут. Войне. То есть, получается, нет никаких пределов, никаких ограничений, ни в преступлении, да, вообще никаких лимитов? Нет, никаких пределов нет. Я должна сказать еще кое о чем, потому что сейчас из нашего разговора получается, что это просто банда кровавых маньяков. Они не просто так убивали всех этих людей, они были осуждены за убийство 19 человек, но убийств на самом деле было больше, просто часть убийств приписали молодежному крылу банды, которые отделили в итоге, и часть бандитов просто вывели в состав другого уголовного дела. Они все это делали, потому что они прирастали землями фермеров, они забирали земли убитых, они это все делали при активной поддержке властей Краснодарского края и краевой прокуратуры. И как мы потом выяснили, у Банды Цапков был общий бизнес с заместителями, женами заместителей генерального прокурора. Поэтому мы можем говорить о мафии, то есть это люди не просто какие-то бандиты, убийцы, насильники, но это такая настоящая кубанская мафия, которая была сращена с властью. И Николай Цапок, и Вячеслав Цаповяз, они были бы депутатами Единой России в местном совете депутатов Кучевского района. К тому моменту, когда их арестовали, они уже были совершенно легализованы, они больше не выглядели как гопота, они были вполне себе такими официальными чиновниками, официальными ребятами. Поэтому то, что Цапки были близки к российской власти, это было и до войны. Да, понятно. И сейчас на свободе, и это очень-очень страшно для всех понимает, кто эти люди. То есть эпатично, странно, страшно, да, и в первую очередь для тех людей, которые, как вы говорите, свидетельствуют на этом процессе, да, будем надеяться, что получится как-то обезопасить свою жизнь сейчас. Спасибо большое, Елена. Журналистка Елена Костюченко была сейчас с нами на связи, обсуждали вот это помилование двух бандитов и головорезов из банды Цапков. Здесь и сейчас Ну а в секторе газа снова идут ожесточенные бои. В частности, в печально известном госпитале Альшифа, по данным Цахал, это операция по зачистке террористов, которая проводится уже несколько дней. Также действия по ликвидации боевиков израильская армия проводит в других больницах. Амаль и Насер сообщают о передвижениях тяжелой техники и перестрелках, при этом ведется точечная зачистка на прилегающей территории без вреда пациентам, врачам и больничной инфраструктуре. Правда, прессинские источники при этом сообщают, что в ходе боев были убиты по меньшей мере пять пациентов. Цахал предупреждает, что в этом районе госпиталя Альшифа уже уничтожили по меньшей мере 170 террористов. Но операция все-таки продолжается и не закончится, и закончится, цитата, только тогда, когда последний из них окажется в наших руках живым или мертвым. Конец цитаты. И вот по данным израильского 9 канала, в центральной части сектора бойцы за минувшие сутки ликвидировали около 15 террористов, уничтожены несколько отрядов. Одна ячейка запарикадировалась в здании. Для ее ликвидации задействовали снайперов, боевые вертолеты, ракетное вооружение наземного базирования. Тем временем в Израиле продолжаются многочисленные антиправительственные митинги. Один из самых крупных за последнее время прошел в Тель-Авиве. На улицы выходят близкие заложников и солидарные с ними. Протестующие требуют сделку прямо сейчас, сделку по освобождению всех заложников, прекращение огня, разводят костры, перекрывают дороги и митингуют, в частности у домов политиков и военных. Протесты продолжаются, в частности, неподалеку от резиденции премьера Мениамина Нетаньяху. На этом фоне местные каналы сообщают, что израильская делегация на переговорах в Катаре приняла компромиссное все-таки предложение по сделке о заложниках, которое было сделано США и теперь ожидает реакции Хамас. Указывается, что предложение касается точного количества палестинских заключенных, которые должны быть, в частности, освобождены за каждого освобожденного израильского заложника. И первоначально по этому вопросу были серьезные разногласия. Но вот в Катаре, тем не менее, как говорят источники, пока не видят серьезного прорыва. Тем временем генсек ООН Антонио Гутерреш побывал на КПП Рафах с египетской стороны. Там образовались длинные очереди из грузовиков с гуманитарной помощью ожидающих разрешения на въезд в сектор газа. И вот Гутерреш там, на этой границе, потребовал от Израиля поддержать беспрепятственный доступ гуманитарных грузов газа. Уген Секуон также призвал к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям, освобождению, удерживаемых в газе израильских заложников. Гутерреш назвал ситуацию на границе моральным оскорблением, подчеркнув, что ничто не оправдывает ужасные атаки Хамас 7 октября, как ничто не оправдывает, как сказал он, на коллективное наказание палестинского народа. Конец цитаты. Ну и еще вот его цитата. Мы видим, как все это ужасно и бессердечно длинная вереница заблокированных грузовиков с гуманитарной помощью по одну сторону ворот, а по другую длинная тень голода, сказал он. Это не просто трагедия, это позор добавил генсек ООН, а вот министр иностранных дел Израиля Исраиль Кац ответил и раскритиковал самого Гутерреша, который, по его мнению, никоим образом не осудил грабища гуманитарную помощь, о которой он говорил, террористов Хамас и ИГИЛ. Давайте обсудим ситуацию в Израиле. Секрет Регаза с нами на связи Михаил Пелеверт, политолог, общественный деятель. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер, Денис. Да, скажите, как вы можете оценить ситуацию в секторе Газа вокруг этих напряженных боев, сейчас в том числе опять в больнице, в госпитале Альшифа? Ну и все-таки были какие-то надежды на этот священный месяц Рамадан, но ничего не случилось. Террористы продолжают свою деятельность. Можете рассказать, какая обстановка, особенно на фоне этих переговоров в Катаре? Ну, когда вы говорите надежду на Рамадан, наверное, вы имеете в виду надежду в кавычках. Конечно, я естественно... Да-да, ожидалось настроение, которое, слава богу, к нашей радости пока что не сбылось. И надо отметить, что как в Израиле, так и на западном берегу реки Ардан, так называемые Иудеи и Самарии, относительно спокойно. Хотя всего лишь вчера погиб очередной израильский солдат от действий снайпера. В общем, ситуация достаточно тупиковая. Она продолжает напоминать так называемый цунг-цванг в шахматах. Максимум, на что может пойти Израиль, не может сравняться с минимумом, что требует Хамас. С одной стороны, переговоры в Катаре последние несколько дней продолжаются. Израильская делегация, ее высокопоставленные главы делегации улетели, но рабочая группа в Катаре остается, и некоторые ее участники высказывают осторожную надежду, что следующий этап сделки может состояться. Речь идет об освобождении 30 или 40 израильских заложников в обмен на освобождение большой группы палестинских террористов, которые находятся в группе. Видимо, основные разногласия связаны с формулой обмена. По какому ключу это будет происходить? Сколько именно палестинцев будет освобождено за каждого израильтянина? Израиль в свое время настаивал на три палестинца в обмен на каждого израильтянина. Палестинцы требовали 30-40. Израильское общество не может сегодня пойти на столь большие цифры освобожденных террористов. До сих пор Бенемен Нетаньягу, который в 2011 году обменял одного израильского солдата Гелада Шалита на свыше тысячи палестинских террористов. До сих пор это шаг, который вызывает большую критику в израильском обществе. Вряд ли на него Нетаньягу пойдет в этот раз. Я предполагаю, что, к сожалению, я все еще остаюсь пессимистом. Мне кажется, что Израиль и Хамас сегодня вряд ли могут договориться о каком-то долгосрочном перемирии. Израиль не может отказаться от тех целей, которые были поставлены в начале операции. А с другой стороны, Хамас не будет готов, мне кажется, отпустить израильских заложников, понимая, что это единственный козырь в их руках. Это наши дети, жены, старики, женщины, которых они удерживают в подземельях глубоко под землей, понимая, что это, видимо, последний их шанс выторговать что-либо. Им безразлична судьба палестинцев. Там на самом деле тяжелая гуманитарная ситуация. Это отрицать, это было бы неправильно. Но при этом в какой-то степени можно сказать, что в заложниках у Хамас не только израильтяне, но и все жители сектора ГАДА. Около двух с половиной миллионов человек, полтора миллиона из которых сосредоточены в очень небольшой географической точке, которая называется Рафиахом. Там продолжают действовать четыре или пять дивизий Хамас. Это последняя такая организованная точка сопротивления. И, видимо, говорить о победе над военным крылом Хамас без широкомасштабной операции в Рафиахе невозможно. Но, к сожалению, Израиль растерял за последние пять месяцев всю ту международную поддержку, которая у нас была международную, не только военную, но я имею в виду прежде всего дипломатическую и политическую. И поэтому операция в Рафиахе сегодня представляется как, наверное, с точки зрения международного сообщества недопустима. Ну да, вот все призывают. Сейчас я вижу, появилось сообщение о том, что Макрон позвонил в Нитаняху с требованием тоже не в коем случае не начинать операцию в Рафиахе и открыть вот этот гуманитарный коридор на той самым КВП, где, например, был сейчас Гутерреш. Можете объяснить для наших зрителей тоже, пожалуйста, в чем главная, может быть, претензия в том числе, к тому же, Гутерреш, страны Израиля, в его риторике о том, что как пропустить, ведь там Хамас эти гуманитарную помощь как раз-таки захватывает и не распределяет среди населения. То есть в чем тут проблема, да? Какая ситуация складывается на этом контрольно-пропускном пункте на границе Египта и сектора газа? Вы знаете, во-первых, израильское общество эмоционально находится в ситуации, когда любая гуманитарная помощь врагу представляется как нелегитимной. Ну, как минимум, все то время, пока израильтяне, мирные граждане находятся там в руках, да, в заложниках у террористической организации, повторяю, эмоционально очень сложно требовать от израильтян оказывать гуманитарную помощь вражеской стороне. Именно так сегодня воспринимаются палитинцы. К ООН у нас, кроме общей такой претензии в невероятной несправедливом, да, таком отношении к Израилю, когда десятки резолюций в год принимаются против нашей страны, при том, что это явно не единственная точка напряженности в мире, это не единственное место, где разворачивается какой-то политический конфликт. Конкретно сейчас претензия в том, что агентство ООН по делам палестинских беженцев Бапор, это для многих израильтян часть проблемы. Это организация, которая вот уже свыше 70 лет передает по наследству статус палестинского беженца, да, отцов детям, и вместо того, чтобы содействовать улучшению финансовой и экономической, да, ситуации этих беженцев в тех странах, где они оказались, они как бы замораживают этот конфликт, и они позволяют вот этому палестинскому, вот позволяют количеству палестинских беженцев, как это ни парадоксально, увеличиваться, да, то есть если в начале, в 1948 году можно сказать, что было там от 700 до 800 тысяч палестинских беженцев, то сейчас их в мире около 7 миллионов, то есть это нечто, это статус, который ООН позволяет передавать по наследству, и учитывая, что большинство палестинцев требует возврата не на палестинские территории, а возврата на территорию, которая сегодня принадлежит Израилю, для израильтян ООН это, повторяю, не часть решения ближневосточного кризиса, а часть проблем, потому что те принципы, по которым сегодня действует эта организация, к сожалению, исключает так называемый формат «Два государства для двух народов». Это, повторяю, мы находимся в очень, понимаете, эмоционально сложном этапе этой войны, когда мы говорим о решениях, это уже рациональный этап, но мы до него не дошли, и все то время, повторяю, пока израильские заложники, 134 человека, мы точно не знаем, сколько из них живы, а сколько нет, удерживаются в секторе газа. Говорить о рациональных шагах попытки урегулировать ситуацию, к сожалению, не приходится. Ну, при этом, конечно же, объективно говоря, сегодня в Израиле у власти находится достаточно правая консервативная коалиция, которая тоже не… это не лучший вариант для какого-то мирного решения Израиля-палестинской проблемы. Многие из них как бы обуславливают свою политику именно такими религиозными соображениями. Часть израильского общества верит в мессианский иудализм, частью которого является повторное заселение сектора газа. Мы находимся в очень сложной ситуации, и поэтому я, к сожалению, на ближайшие несколько месяцев не испытываю оптимизма, и мне кажется, дна мы еще не достигли. Оно, видимо, двойное. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо большое, Михаил. Михаил Апелеверт, политолог, общественный деятель из Израиля, был сейчас с нами на связи. И вернемся сейчас в Москву. Там приходят цифры, в частности, о пострадавших, раненых во время теракта в Акрокус-Сити. И получается, что последняя из цифр – это 182 человека пострадали в результате теракта. Об этом сообщают в Писадраве под Москвой. Я напомню, что на данный момент общее количество погибших – 137 человек. И вот мы сейчас видим, как весь день сегодня, да, люди внесли цветы к Акрокус-Сити-Холлу, цветы, свечи. И там сейчас продолжается еще акция памяти. И давайте сейчас переместимся в Басманный суд. В Басманном суде Москвы вот с минуты на минуту ожидается избрание меры пресечения четырем подозреваемым в нападении на Акрокус. Об этом передает корреспондент РИА Новостей. Вот мы сейчас видим кадры прямо из здания Басманного суда, куда уже, как я понимаю, то ли завели, то ли еще не завели вот этих самых подозреваемых. Но пока решения суда на данную секунду нет. Будем следить. Ну что ж, вот такие новости к этому часу. Уже завтра вернемся в эфир. Поэтому оставайтесь на дожде. Сегодня в России день траура. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»